Минск исчерпал себя. Что ждать от него? Если мы посмотрим на формат переговорной группы, я думаю, украинцам ничего хорошего ждать нельзя. Минску сегодняшний день, его задачи... На сегодняшний день... Я не вижу ни одного человека от парламента, который бы был отправлен туда. Это раз. Второе. Задачи Минска на сегодняшний день, давайте откровенно так же говорить, это имплементация... А Евгения Герашенко не член парламента? Я не перебивал вас на сегодняшний день. Ну, хорошо. Это... Она может о чем-то договориться? Так вот, на сегодняшний день мы видим, что задача Минска это вернуть нам ОРДЛО и имплементировать их фактически на законодательном уровне на условиях интересных России. Нам это не подходит. Раз. Второе. В любом случае, в любом случае, давайте говорить откровенно, нам понадобится действительно какая-то переговорная группа. Нормандский формат. Отлично. Но, почему мы ждем? Почему мы сами не инициируем набор законов, пакет законов, который бы по-любе помог бы нам решить будущие проблемы? Например, нам нужно реинтегрировать эту территорию, да. А людей надо реинтегрировать? Конечно. Так неужели нам не помешает закон подтверждения гражданства? Сдать язык, сдать историю Украины, сдать целый набор пакет, пакет, который необходим, и только после него человек получает право голоса. А это самое главное, что должно интересовать в данный момент Украину.